С мая по июнь на Северной железной дороге проходит месячник, направленный на предупреждение транспортных происшествий с участием детей и подростков. Очередными гостями на станции Котлас-Южный стали ученики 3-го Б-класса лицея номер 3. Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге. Этому учат в школе, пишут в книгах, объявляют в СМИ. И чтобы закрепить эти знания в памяти учеников городских школ, железнодорожники подошли к делу куда более творчески. Скучная сухая теория приобрела абсолютно новый интересный формат с наглядностью и анимацией, веселой викториной для проверки пройденного материала. Некоторые знал сегодня, а некоторые сегодня услышал, что, например, нельзя заходить за белую полосу, потому что я не знал, за что она отвечает. Я сегодня узнал то, что нельзя подкладывать под пояс всякие вещи и нельзя кидаться камнями. Особенно ценно для них услышать действительно травматичные случаи, которыми делятся сотрудники железнодорожного транспорта, когда дети понимают, что это действительно не шутки, это реальные травмы, это реальные проблемы, если ты не соблюдаешь правила, если ты их не помнишь или игнорируешь. Поэтому это очень полезно для них. Самое главное, как нужно себя вести тогда, когда они потерялись на вокзале, чтобы у детей не было паники, они смогли всегда обратиться к железнодорожнику, и мы могли найти родителей. Доказательством тому, что урок по безопасности на железной дороге не прошел зря, стали яркие рисунки школьников. В ближайшее время работники станции Котлас Южный представят их на выставке, чтобы и другим напомнить о правилах безопасности. Нельзя приезжать на красный свет или железной дороге, так же, как и обычно. У меня было на рисунке, как мальчик играл в футбол, и мячик отлетел на рельсы. Он хотел его поднять, но поезд поехал, и нельзя было поднимать. Я нарисовала в том смысл, что нельзя играть на железной дороге и нельзя брать под поездом что-то. За активность все ученики третьего Б-класса лицея номер 3 получили от железнодорожников памятные сувениры. Благодаря планомерной работе по безопасности в последние годы число несчастных случаев стабильно снижается. За январь-апрель 2022 года на объектах Северной железной дороги произошло 8 несчастных случаев. За аналогичный период прошлого года – 12. Число погибших и пострадавших в этом году тоже в разы снизилось.